Девушки отдыхают Львиный прайд не сравнительно большое смешанного состава стада буйлова. Зрелые самцы, кажется, коровы и телятов. И что из этого вышло? Причем непосредственный контакт быков произошел со львицами, так как глава прайда, старый лев, как обычно, сладко спал на противоположной стороне пруда. В этот раз на дежурстве были почему-то всего две львицы из этого прайда. Помнится, в гареме этого льва львиц не менее 5-6 особей. Можно найти видео на канале, в котором прайд дрыхнет под деревом с закрепленной веб-камерой. Это видео озвучено его автором. Видео вы можете использовать как иллюстративный материал при изучении некоторых повадок южноафриканских буйволов. Итак, реальная ситуация. Встреча в природе злейших врагов, капских буйволов и львов. Трансляция событий ведется через IP-веб-камеру оператором в режиме дистанционного управления. Рядом с животными поэтому нет людей, которые наверняка могли бы стать дополнительным раздражителем для этих врагов и исказить естественный ход вещей. Образно говоря, давние враги встретились в варианте стенка на стенку. Ведь две львицы это тоже сила. Ученые утверждают, что капские буйволы и львы естественные враги и их часто можно увидеть сражающимися. При этом соперничество поддерживается с обеих сторон. Южноафриканский буйвол это один из крупнейших современных быков. Масса взрослых самцов иногда доходит до одной тонны, а экземпляры массой 700 килограмм вообще не редкость. Изредка встречаются старые быки массой до 1200 килограмм. Высота в холке взрослых самцов до 1,8 метра. Чаще полтора метра. При длине тела от 3 до 3,5 метров. Огромный капский буйвол может почти всегда один на один сражаться с львом и победить хищника. Прайд львов в свою очередь может свободно одолеть одинокого капского буйвола, используя силу своей группы. Так что явного победителя в жизни можно предсказать не всегда. Все зависит от реальных условий встречи буйволов и львов в Бушвельде. Почему в битве между одиночным капским буйволом и одиночным львом буйвол на самом деле побеждает почти всегда? Во-первых, это связано с огромными размерами и силой зрелого быка, с чем лев просто физически не может конкурировать, тем более если речь идет о гигантских рогах. Во-вторых, бык, способный бегать медленнее, чем лев, может обогнать того на более длинной дистанции. И так капские буйволы слишком велики и сильны, чтобы их мог одолеть одиночный лев. Поэтому львы часто рассчитывают на охоте на коллективную силу своего прайда, чтобы превзойти численностью и победить буйвола. И тогда битва может иметь совершенно другой исход. Тактика, которую часто используют львы, заключается в том, чтобы найти капского буйвола, который был бы изолирован от остального стада. Будучи агрессивными животными, буйволы не сдадутся без боя. Используя свою толстую шею, голову и рога, капский буйвол может отбрасывать атакующих львов на несколько метров по воздуху. Однако, когда несколько львов атакуют с разных сторон одновременно, это может стать слишком сложным для буйвола. И в конечном итоге львы одержат победу над одиночкой. Другая тактика, используемая львами, состоит в том, чтобы специально преследовать более слабых или раненых буйволов, или даже молодых телят. Причина этого в том, что более слабым буйволам и телятам будет труднее защищаться или сопротивляться, и поэтому львам их легче победить. Буйволы очень социальные животные, и они обычно держатся группами. Эти группы состоят, бывает, из 10-20 животных, но для более длительных прогулок и во время брачного периода капские буйволы часто собираются вместе и образуют огромные стада из нескольких тысяч животных. Что мы, кстати, видим и в нашем случае. Буйволы, как я уже сказал, социальными животными, они также помогают друг другу, когда между ними и одним или несколькими львами возникает конфликт. Когда один из буйволов атакует, остальные, как правило, следуют за ним и атакуют вместе с ним. Это делает борьбу с группой капских буйволов чрезвычайно опасной задачей для львов. Именно подобное столкновение стада буйволов с львиным праздом и произошло в нашем видео. Если особь подвергается нападению одного или нескольких хищников, буйволы реагируют и бросаются в контратаку. И нередко можно увидеть, как эти большие травоядные животные изгоняют львов. Это причина, по которой львы, как правило, ищут изолированного члена группы или пытаются изолировать его. Итак, друзья, смотрите мое новое видео, подписывайтесь на мой канал и не забывайте включить функцию уведомления о моих новых видео. Рекомендую также чаще пользоваться плейлистами на моем канале. Будьте все здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексея! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Дубровскому!